всем привет решил сегодня начать записывать короткие видеоролики по ремонту и эксплуатации грузер 80 4 5 бензин вот все что было сделано до этого я опускаю это у меня в отзыве в описании видео размещу отзыв про машину каждый выпуск будет свежие новости того что вылезла того что приходится делать не почем человека вчера как вы могли заметить съездили за машинкой и у меня на съезде с дороги побежал антифриз антифриз побежал по нижнему патрубку радиатора большой патрубок по вот парни посоветовали немножко подправил хомут пружинный развернул его сколько получилось подлезть туда очень сложно надо снимать защиту рулевого редуктора что он как-то так называется кивали коленвала ключ есть такая тема немножко крутил подлез с раздвижными пассатижами немножко повернул бежать перестала так сильно как было потому что реально потоком воздуха набегала на яблоко переднего моста антифризом вот но тем не менее осадок остался сигнал прозвучал что резиновые технические изделия старости лет пора менять естественно не знаю что там стоит оригинал или уже не оригинал родное или уже меня на и вот пообщался с алексеем пирпи мастером говорит лучше заказывай оригинал зашел в автодок оригинал патрубок 1 2 200 2 2 700 большие по диаметру которые подходят к радиатору охлаждения заказал их не оригинал там был даже запомнил фирму за 1000 рублей то есть цена вопроса не такая большая и рисковать такой ответственной деталью сами понимаете смысла нет тем более товарищ посоветовал фигня не страдает только оригинал что я сделал получается три дня один патрубок который у меня как раз макрит и что-то недели три 2 с арабских эмиратов такая вот ситуация по частям все напомню еще раз через автодок посмотрел в экзист те ценники плюс-минус одинаковые сроки тоже видать одни и те же поставщики запросил информацию по ценникам в арктике тоже самое только сроки поставки еще больше короче решил не страдать заказал в автодоке как придет как раз вместе с уплотнениями по насосу гидроусилителя для руля по трубкам поеду к алексею менять это все добро заказал еще наслосъемные колпачки на клапана потому что маслица подъедает дымок под нагрузкой с выхлопной летит вроде как признаки того что задубили маслосъемные не работают но тем не менее сделаем как это называется эндоскопию цилиндров глянем вообще чё там да как там потому что не факт что после замены что-то изменится сами понимаете это цена вопроса не трилога никакой другой зал также указатели поворотов боковые сатовские я думаю влезут габаритные габариты сатовский поставил вообще ерунда полная кривые косые вот но не знал об этом заказал еще и поворотники что-то цена 340 рублей что ли за штучку также заказал резинки плотнения клапанной крышки комплект свечей оригинальных кстати после каяна после товарега автораги это дизель был после каяна конечно с его иридиевой свечкой в 1000 рублей комплект свечей на тойоту в 1000 рублей в 1200 как бы приятнее конечно сколько ходить будет это мы узнаем но цена вопрос конечно другая что еще заказал заказал сальники на путешествие задние задних полосей или у меня сейчас проверили вроде нормального запаса ставлю заказал сальник на хвостовик заднего моста тоже что-то мокрить начал ну и остальное там по мелочи для того и все прочее так что в чем запчасти и поедем в автосервис еще же я сегодня самое главное то что сделал я сдал в ремонт автомобиль по секущему и отвалившемуся глушителю один товарищ посоветовал ствол глушитель наверно даже рекламу сделаю позвонил договорился при езде приехал заехали на яму посмотрели обсудили записали сегодня приехал сдал с утра девять утра сдал в час дня получил приглашение забирать машину сожалению не заснял что сделали так на пальцах объясню получается центральный резонатор это большая банка у нас у меня перед ней секло сверху после нее секло в итоге отвалилась остальная часть которая назад идет вот и получается мне там где секло отрезали в варилии новый кусок трубы перед резонатором до флянца сзади также новый кусок трубы с коленом до флянца и сделали крепеж задней части трубы бампера что валился вот за все про все отдал 10 тысяч рублей ну не дешево наверное но с учетом объема работ вполне нормальная цена спросил ради интереса сколько будет стоить спортивный выхлоп сделать сказали банка плюс работа от 20 тысяч то есть два раза минимум дороже зачем тебе это делать если у тебя хороший живой не сгнивший резонатор который можно починить ну минимальными средствами деньгами вот поэтому всем рекомендую парни сработали на самом деле четко причем когда я приехал забирать машину мне не на пальцах сказали что сделали вот смотри снова мы загнали автомобиль на яму снова спустились причем на заведенной машине и мастер все показал что где поменяли вот смотри вопросов нет нет все плата я поехал домой вот выхлопа когда открываешь двери или окна не стало он был потому что раз выхлоп идет мне назад под машину под днище соответственно он там скапливается реально было неприятно ну и не безопасно на самом деле вот сейчас этого нет то есть едешь с открытыми при открытыми окнами особенно когда это весу допустим сейчас все нормально приятно конечно выхлоп евро 0 это еще тот выход но чего имеем то имеем ну вот наверно и все что я хотел вам сегодня рассказать я думаю будет еще много поводов для рассказов вот пишите задавайте вопросы советуйте чего кого желательно с какими-то ссылками на ресурсы чтобы можно было это все посмотреть пощупать по цене по виду все остальное и со своим опытом эксплуатации давайте всем пока